Друзья, всем привет! Несколько дней назад открылась охота на лося на реву и мы выдвинулись в Карелию Взяли с собой Неви Надеюсь, нам удастся добыть лоси и показать, притравить немножко, чтобы она попробовала вкус крови Лося подербанила немножко его Ну и посмотреть ее реакцию тоже очень интересно Сейчас мы ходим, просто изучаем, гуляем, стараемся в таких местах где нет никаких животных, ни медведей, ни лосей потому что пока еще достаточно опасно и рискованно выпускать ее в таких местах Запах, если она возьмет, она может увязаться и за лосем, и за медведем и это может все закончиться печально поэтому мы не торопимся начинать уже с первых месяцев чего-то достигать Здесь очень важно терпение Многие хозяева хотят уже, чтобы щенок с первых месяцов начинал работать как взрослая собака по лосю, по медведю И многие пишут, типа, вот мне там какая-то реакция не понравилась В след не взял, далеко не уходит Ну, ребят, собаки еще маленькие У них еще нет такой физической силы, чтобы они могли самостоятельно уйти в лес, что-то найти У них работает инстинкт самосохранения, поэтому они далеко и не уходят Никогда в этих вопросах не надо торопиться Тут важно терпение, потому что собаку потерять достаточно просто в таких условиях Поэтому мы не торопимся, мы будем потихоньку двигаться к намеченным целям Охотиться мы будем две недели Дальше у нас запланирована поездка в Крым А вот после Крыма уже начинается конкретно охота с собаками С 1 октября открывается на лося И начнем утюжить в леса Взяли с собой тепловизионный прицел Дидалминатор 640 Хотим посмотреть, подтестировать его Посмотреть, какую он картинку выдает Если нам повезет и лоси придут на наш зов То удастся заснять и показать качество картинки В городских условиях, не в охотничьих Я смотрел Дидалминатор И качество картинки мне очень понравилось Посмотрим, что и как будет это работать В реальных охотничьих условиях И может кого-нибудь заинтересует этот прибор И для кого-то это будет полезно Что мы ждем от этой поездки? Ну в первую очередь Новый опыт Новые приключения Новые, возможно, какие-то эмоции Также опыт для Нейви Для ее развития Для ее становления как охотничьей собаки Как уже говорил в ближайших планах У нас поездка в Крым Ну там охоты какой-то конкретной не будет Просто походим, поездим по интересным локациям Вот, возможно, съездим на рыбалку Вот, после этого у нас завод в Нижний Новгород Постараемся выехать в Нижний Новгород А после, если все срастется, то поедем в Кострому Тоже на охоту на лося, на кабана Ну а дальше уже не загадываем Ситуация в стране нестабильная Всякие эти пандемии И черт знает, что будет дальше Поэтому планы далеко не строим Там 2-3 месяца максимум Примерно такие планы у нас по развитию Нейви По нашему охотничьему сезону Пока никто не приходит Ей шибко никто и не отвечает По времени уже он должен идти У многих уже там в разгаре У нас пока глуховато что-то Сегодня туман красивый очень такой Охота на львов в Карелии уже идет 7 дней Я приехал 3 дня назад Вот третий выход сегодня, третий вечер Пока очень все печально Пока очень все глухо Странно, обычно всегда кто-то хотя бы отвечал Не всегда приходят, но отвечают А сейчас 3 дня и как-то вообще без движухи какой-то Может рано еще хер знает Всем привет Вчера ходили опять вечером На охоту на лося, на реву Целый вечер сидели, была тишина Никто не отвечал Когда уже пошли домой Один лось вышел И по нашим следам пошел Мы когда шли шумели, видимо По болоту Он услышал и только на этот звук пошел В итоге уже темно было Думаю это Не получилось у нас его взять Но сегодня попробуем еще раз Сейчас вышла смолой Побродить по лесу Смелая вообще девка Убегает на 150 метров, не боится Но вроде более-менее послушная Зову ее, возвращается Вышли в место такое Где следов Ну и зверя Наверное здесь нет Здесь недалеко от деревни Такая глушь Лоси здесь точно не ходят Медведь может зайти Но сейчас ягод очень много В этом году И к деревне медведи особо не ходят Пока две недели здесь Побродимся, не походим Немножко понахаживаем Потому что потом уже начнутся Такие более серьезные охоты Сейчас здесь Как школа такая Получится, побродит Ну нормально, уверенно Физически себя очень хорошо чувствует И это вот дает ей, видимо, уверенность Такую Пять месяцев еще В семь-восемь уже начнем так более плотно Ходить Мы не торопимся Время у нас много Самое главное Давать Нагрузку Давать ей лес Чтобы она ходила Гуляла Искала Привыкала Изучала Сейчас у нас такой период Для многих он Скучный Неинтересный Потому что Собакой Особо не поохотишься Просто ходишь По лесу И все Я даже с собой Он оружие не беру Вот Но вот для меня Этот Период наоборот Очень интересный Потому что от него будет Очень много зависеть Потом И как Ты начнешь Так все дело и пойдет По-разному Конечно бывает Ну по крайней мере Ты сделаешь От себя Все что от тебя зависело На начальном этапе И все Будешь уже себя Потом Не о чем будут Жалеть потом Поэтому сейчас Такое Достаточно тихое Никакого Зверья Никаких Медведей Лосей Но Мы не умнываем Все впереди Впереди наоборот Сейчас будет Все самое интересное И уже Скоро год Когда тюкнет Тогда уже Съездим На Притравку На медведя До этого момента Прям охотиться Конкретно на медведя Не будем Возможно Дадим Добытого Ну Добытого Поникать Дадим По-любому Да Если получится У нас взять Сейчас Через две недели Уже Не Через 20 дней Откроется Охота Собаками И начнется Самое интересное Мы с нами Пока просто Продолжим Ходить по лесу Изучать Гулять Послушание В лесу Продолжать Дрессировать Вот Ну а следующий год И конец Этого сезона Полось Мы уже Начнем работать Хорошая моя девка Хорошая Потихоньку Нахаживаем Бродим Посмотрим Что дальше Будет Так Вроде Пока Все хорошо Идет Будем Надеяться Что Все Получится Продолжение следует 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, всем привет! Возвращаемся в Санкт-Петербург Закончилась у нас охота на реву Не удалось там добыть лося в этом году На то одна и охота, что иногда результат может быть разный И все так просто и легко достигается Видео, которое вы сейчас видели Это охота на реву Он был один из предыдущих сезонов Когда манили лосей, быки отзывались, шли, отвечали Но до конца не подходили, вели себя очень осторожно И как таковых шансов у нас добыть не было Был один момент, но уже было очень-очень темно И поэтому нам не получилось его добыть Он подошел очень близко Но стоял в лесу и уже было темно А в обычную оптику дневную его было уже не видно На ночной оптике мы не использовали Был прицел у нас Дедал Но мы его не ставили на карабин Мы просто наблюдались и не смотрели А вот пример использования тепловизионного прицела Дедал Лавинатор 640 Как видите, на улице была полная темнота Был сильный туман Но туман вообще никак не сказывается Прицел показывает четко Что с туманом, что без Картинка нисколько не меняется Так как в тепловизионном прицеле Дедал Лавинатор 640 Не предусмотрен встроенный видеорекордер Мне пришлось писать его с внешнего И скажу вам честно, картинку он портит очень сильно Появляются некие шумы Которые ухудшают качество и четкость картинки Расстояние до цели было примерно 250 метров Было отчетливо видно, как он выходит из-за деревьев И иногда даже его было видно, когда он стоял за деревьями Какие-то, видимо, были проблески между деревьями Через которыми я его видел Еще я допустил ошибку в настройках тепловизионного прицела Дедал Лавинатор 640 В нем есть 4 режима преднастроек Которые меняют резкость, контрастность И в момент съемок у меня стоял режим с повышенной резкостью Что сказалось неким шумом дополнительным Чтобы почувствовать реальное качество картинки прицела Дедал Лавинатор 640 Необходимо самому посмотреть качество, которое он выдает Мне оно очень понравилось Продолжение следует... Также я сделал несколько съемок В городских условиях Но при этом картинка все равно не отражает реального качества Которое выдает прицел Дедал Лавинатор 640 Сейчас едем домой Готовимся к поездке в Крым 1 октября мы выезжаем Там у нас будет больше такой отдых Ну будут и тренировки с нейми Будем заниматься с ней плаванием Возможно у нас будут какие-то рыболовные приключения Посмотрим, как там сложится все Всем удачи! Надеюсь у вас этот сезон охоты на реву прошел лучше, чем у меня Ну а мы не унываем Все впереди Это охота Учимся Продолжаем двигаться Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok